Субтитры создавал DimaTorzok Ну, карты скажут, то есть даже чисто вот не читая, просто карты посмотрите, интерпретируйте, пожалуйста. Ну, вот у меня первая карта вообще на вас вышла, это работа, связанная с финансами, сейчас она повторяется, только там была шестерка Пентакли, сейчас тройка Пентакли, это построение, так как тут дом, пирамида какая-то, суд, то есть вы над, 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 над. Вот, возможно, слушайте, может мне Михаил опять по бирже людей приводит, а вы не участвуете? Вообще, вы понимаете, я, цифры, это два разных человека, понимаете, то есть цифры со мной связаны только в стабилистическом варианте, вот, а все остальное это вообще мимо. Значит, что-то, что вы делаете руками, строите, что-то материально делаете. Вы посмотрите на эти руки, я вас умоляю, ничего не строю ими вообще. Простите, может быть, ну, то, что связано с руками, с работой, с деньгами, может, вы многое-то не переживаете. Где-то, кстати, руки есть, но там больше голова, нежели руки, то есть я неплохой пианист, в принципе, вообще, и этим как бы тоже я зарабатываю деньги, как композитор. Я проще вам скажу. Все равно, вот, видимо, поэтому связаны звезда и вот тройка Пентакли. Да, если меня в Ютьюбе набрать или там в Гугле, то все сразу становится ясно, но дело не в этом. Поэтому Михаил и хотел как бы узнать по поводу там творчества. Ну, однозначно творческий. Однозначно творческая карта. Я думал, я думал, вы так и скажете. Это было бы намного проще сказать, просто творческий человек, и все, да, и тут уже. Нет, ну, вот смотрите, вот тут первая карта создания, дом, да, вышел, то есть вы что-то создаете. Может быть, это дом, может быть, это произведение, но опять же тут лист, да, то есть что-то такое, что вырастет. Вы хотите какое-то произведение создать, а что это руками или творчеством, это не важно. То есть все равно вы хотите что-то материальное, чтобы это воплотилось. Ну, знаете, Англия, карты вас слушаются, то есть вы правильно все достали. То есть с интерпретацией тут тяжело, потому что, я понимаю, Миша вам биржевиков обычно дает, и вы как бы как никакая женщина, вы пытаетесь как бы это все свести. Нет, а первый раз было абсолютно биржевик, и абсолютно никто не... То есть это не битва экстрасенсов, и не аналогичное шоу, и тут подсказки заранее. Это абсолютно насчет. Ну, карты взяли правильные, то есть я сам немножечко, скажем так, читаю, вот, и карты меня любят, я могу так даже смело заявить. То есть я сразу, ну, вы показали карты, все, сразу все понятно, то есть, да, оно по-другому быть и не могло, просто вы так очень, очень осторожные, вы так тихонечко так, знаете, решили интерпретировать. Я могу сказать сразу, занимаешься творчеством, да, потому что там, ну, там по-другому никак, и создаешь, да, ваяешь что-то, а там уже, знаете, пускай клиент думает сам, грубо говоря, что он там ваяет, каждый клиент знает сам. Но, то есть вы, да, вы абсолютно правы, замечательно. А что еще, что еще карты скажут? Понимаете, я ведь сам не могу на себя разложить, у меня есть свои моменты, про которые я буду это сделать. Я такой сапожник, понимаете, про всех все скажу, а вот сапожник без сапог вообще конкретно. Как начинаю спрашивать про себя, мои руны плохо себя ведут и обзываются. Потому что вы очень, вы вовлечены очень, а нужно не вовлекаясь это делать. Вы понимаете, каждый маг, он с рунами-то по-своему разговаривает. Кто-то на вы, кто-то на извините, а я с ним, знаете, так на ты, в наглую, так, давай, говори, короче. Времени мало, говори. И знаете, иногда это срабатывает, но иногда они мне такое устраивают. Ну, дело в том, что потому что руны надо уважать, прежде чем, так сказать, это целый обряд. То есть это, я не люблю сейчас просто так, знаете, тащить там и разбрасывать. И у меня вот эта сонастройка, я настраиваюсь на норны, это три норны, три девы судьбы, да. То есть покажите, я часто спрашиваю, покажите мне прошлое, настоящее и будущее. Вот, и тогда уже начиная, а потом их также провожаю. Там есть, вычитала одно время ритуал, ну, конечно, он не классический, но, так скажем, хлопком, ты вызываешь хлопком, ты просишь и уйти. То есть мне просто так сонастроиться легче, да. Вы очень классическая такая, понимаете. Классическая, да, я в этом смысле очень. Да, 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 очень концептуальная, понимаете. Я по-другому на все это дело смотрю, я с точки зрения каббалистической магии на это все взираю. То есть если ты как никогда... Да, Ирун, это абсолютно вообще... Я вот про это и хочу сказать. Я на все это взираю с точки зрения каббалистики. Помните, как Соломон, когда, собственно говоря, храм-то строил Бога, да, за что он делал? Он просто как бы джинов, духов вызывал, да, они камни тягали, а потом он их в бутылки запаивал, от нечего делать и бросал в мертвое море. Развлекался он так. Так вот, в данном случае, ну, ведь, понимаете, в разных магических традициях есть разные инструменты, которые работают, между прочим. Вот, и иногда вот если взять навигейтор от машины и поставить его, примотать его к велосипеду или к самокату, то есть он же от этого не станет показывать хуже, согласны? Он же будет показывать дорогу. Просто скорость моей езды, моим транспортом свет. Согласны со мной? Ну, в общем-то, да, но тут вы должны все равно несколько понимать, на чем вы едете. Однозначно, но то, что я еду, это сто процентов. И то, что навигейтор показывает мне дорогу, это все равно, да. Другой момент, как долго... Другой момент, когда вы можете запутаться, если вы немножечко неправильно вытащили, неправильно настроились, то есть разные системы. Ну, ладно, я просто не только что сказать, то есть, видите, вы делаете все по правилам, а я, как бы, понимаете, есть, за все же нужно платить, да. И когда с рунами немножко жестковато общаешься, ты можешь получить от них то, что ты хочешь, но всему есть своя цена. Вот про что я просто хочу сказать. Жестковато общаетесь в плане мантики, хотите сказать? Да, конечно, в плане мантики, конечно. То есть, ну, им, конечно, указывать нельзя, то есть, это сами по себе, а не мудрость, как ты можешь с ними жестковато. То есть, ты спрашиваешь советы через руны у высших. Хочешь, воспринимаешь, что это высшее, хочешь, не воспринимаешь, хочешь, думаешь, что это просто перетабы плашки. Ну, я, наверное, я действительно классическая в этом плане, то есть, я верю, так как я в эгрегоре нахожусь, что руны даны Одину, да. Хотя, если брать исследования именно ученых, то можно взять такую концепцию, что руны сами, как и племена их разбросали по всем камням, и вот они так появились, да. Вот, ну, есть же первые источники появления руны именно на планете, да. То есть, в разных континентах они находились. Значит, все-таки высшие силы нарисовали, написали впервые. Ну, конечно. Значит, все-таки не люди, когда настолько писание, начертание похоже, да, то есть... Это не человеческая цивилизация. Я считаю, что это просто цивилизация сделала. Вы абсолютно правы. Да, я считаю историческую концепцию. Там кто-то в это не верится, говорит, что, ой, разные племена писали просто одинаково, и все. И вот разные, какие там боги, причем здесь вообще боги, это обычные буквы, на которых писали. Я считаю, что это... Да, да, да. Вы правильно говорите, абсолютно. Я тоже считаю, что это к нам пришло с прошлых цивилизаций, и те существа, кто-то их называет божествами, кто-то богами, кто-то... Кто на планете, но все равно же они на планете. Другие, да, другие, это вообще... Вообще, руны к человечеству не имеют никакого отношения. Руны – это живые существа, это, скажем, это энергоинформационный процесс. Знаете, в христианстве есть такое понятие Дух Святой. Вот руны – это есть что-то наподобие Духа Святого. То есть, когда я имею в виду жесткий, я просто вхожу в состояние, при котором как бы Один, распиная себя на дереве, если так можно сказать, создавал, приносил жертву. Ну, вы жестко, потому что каждый раз не нужно к Одину, я вам открою секрет, обращаться. Достаточно норны, потому что норны, они, так скажем, не главнее, но они главенствуют над богами. То есть, даже боги обращаются к норнам для того, чтобы указать человеку такую-то судьбу или нет. К провицанию, да, да, да. Надо обращаться именно к норнам, потому что сами боги к ним обращаются. То есть, по сути, боги – это посредники между людьми и урдом, источником судьбы. Поэтому я обращаюсь сразу к норнам, а к Одину и конкретным богам за конкретные их ипостасицы. Вы крутая, вы крутая. Я к норнам не обращаюсь, то есть, я считаю, что… Я не крутая, это классика. Да и вот, о чем я ей сказал. «Тише едешь, дальше будешь», называется. То есть, я так, «Э, Один, алло, у меня вопрос, а можно я спрошу?» Говори уже, не до тебя, видишь. «Тел много, да». Ну, блин, тел много. Да, и тел тоже. Так вот, а вот теперь давайте поговорим про ведьмовство. Наши уважаемые радиослушатели, так затаив дыхание, знаете, вы у нас получились между двумя буддистскими монахами, одним пресвятым отцом и несколькими экстрасенсами, которые, которые, как бы, думают, что они прорицают, вот. Все мы так думаем, никого не хочу обидеть. Так вот, вы у нас такая вот ведьма. Давайте, расскажите, пожалуйста, нам про то, что же такое ведьма вообще и что это означает. Вообще, люди боятся этого слова, да, на самом деле? Ну, зря боятся, на самом деле. Не вержества. Мне это слово не нравится, давайте мы обойдем все без слова на самом деле, потому что... Это заразно, вы знаете, я сейчас избавляюсь от некоторых слов-паразитов, так вы наоборот их проецируете. Ну, не проецирую, заметьте, не проецирую, я просто спросил. Я же не сказал, вы являетесь ведьмой, да, и обоскуетесь. Ведьма – это, прежде всего, ведающая мать. Но мать – это как мать, которая родила ребенка, так и, в общем-то, в ипостаси женщина, так как любая женщина здоровая, она априори может стать матерью. Вот. И еще существует такое слово, как веста, да, это отсутствие невеста, то есть ведающая невеста. Обалдеть. То есть это все из славянского, из славянского... Даже боюсь подумать, кто же ведущий жених тогда, при таком раскладе. Ну да ладно. Ведьмак, наверное. Ведьмак. Ведущий маг. Ведущий жених тогда, ведущий жених. Окей, ну это так. Там другие слова, там колдун, ну как колдуны, они больше ведри. Мужчина – это классика, ведущий мужчина, который видящий и предсказывающий. Это ведрь, получается, да. Ведун. Ведун, да, абсолютно. То есть такие однокоренные слова, просто у женщин приставка мать, ма, да, веста, невеста, то есть вот так. Невеста – это неведущая. То есть по классике, если брать писания славянские, да, то есть может быть они, конечно, где-то современные или осовремененные. Этимология, просто слов, если разбирать подробно. Нет, ну темология… Невеста, почему она невеста? Потому что она не ведает, и вся сила женщины раскрывается после союза с главным мужчиной. И так как предназначение женщины все равно родить ребенка, то есть вся сила раскрывается после рождения детей. Так что у меня все впереди. Я ведьма, но я еще молодая. То есть вы молодая ведьма. А сами сказали, что избавляетесь, путаете, от слова-то избавляетесь, путаете, путаете, ладно, поправим вас. Смотрите, скажем так, вы же экстрасенс вообще-то, как бы, да, то есть тоже, можно так сказать, правильно? Без как бы я не экстрасенс, я мантик, я торолог, эрмолог, я вижу по-другому. Вот, и это хорошо, это уже становится интересным, как говорил Робот Вертер. Я не люблю это слово, потому что один человек видит через, мне легче через инструменты. Согласен с вами абсолютно. Иногда я вижу по фотографии, но это нужно очень настроиться, чтобы меня ничего не отвлекало. Я, были попадания, то есть меня проверяли, я смотрела на фотографии и четко говорила, что у человека болит или от чего он умер. То есть я должна сосредоточиться в клинице, естественно, это не в прямом эфире, все, что это несколько лет. То есть, в принципе, вы классическая колдунья, если так можно сказать, вы используете инструменты и при помощи них получаете тот или иной результат, правильно? Колдунья тоже, или колдун имеет достаточно злое такое предназначение. Ой, иди. Да, колдунья – это термин из чернокнижия. Посмотрите от слова «колдовать», «колд», вот это. Ну, в библии тоже написано, что колдуны, да, там по колдунам проехали специально. Нет, нет, ведьма – это чисто славянские термины древние, то есть ведьмы просто начали бояться, ассоциировать с колдунью, потому что ассоциация с сатаной, с дьяволом. Дьявол уже тоже в классическом варианте придумала церковь для того, чтобы понимать, с кем бороться. То есть существует Люцифер, существует сатана, но сатан – это несущий правду, а Люцифер – несущий свет. А дьявол – это совершенно другое, это некая, так скажем, некая поставь девяти князей ада, все вместе соединили, называют это общим словом «дьявол». Это как у бога много имен, да, там же свои демоны, свои поставь, то есть есть вверх и вниз, то, что наверху, то и внизу, а оно все друг другу равновешивает, все нужно. Ну, как такового слово «дьявол» придумал церковь, я считаю. Потому что Люцифер, если вы знакомы с Кабалу, то есть по классике, он же сын Божий, но если брать не Кабалу, то там отчисления, ответвления еще в шумерскую мифологию, то есть там очень связаны Люциферы с шумерами, то есть, скорее всего, древние иудеи просто украли часть концепции у шумеров, у зоорастрийцев и так далее. Ну, не то, чтобы они украли просто древние свитки шумеров, да, это практически, там, Тора, практически, то есть все же имеет преемственность, мы уже говорили об этом, и ничего не из чего не возникает. И знаете, многие божества потом становятся, наоборот, как бы падшими, да, через время, а потом они опять восходят, и вот так вот это все по кругу идет. Они, так скажем, не становятся падшими, это их церковь. Ну, люди, люди, я же имею в виду людское мировосприятие и интерпретацию. Дело в том, что даже в той же Библии, да, написано, что вот там был совет у Бога, и ангелы были пред ним, и сатана среди них. То есть, опять же, ну, это Ветхий Завет, а Новый Завет, там уже написано, что он в аду, и он там никуда ходить не может. То есть, понимаете, люди, они же такие, как хотят, так и интерпретируют. То есть, конечно, была же Святая Инквизиция такая, интересный такой инструмент, да, который, скажем, все инопланетное выжиг в Европе практически, да, то есть все знания, и сколько было уничтожено и людей правильных, и книг правильных. Вот, да, но здесь, понимаете, у Бога не может быть врагов изначально. То есть, если брать Бога как, скажем, вечный эгрегор добра и центр творения всего сущего, то как же у него могут быть враги? То есть, как бы, вот, и если мы будем говорить о каких-то темных вещах, светлых вещах, знаете, все относительно. То есть, помните, опять же, вот, к христианству возвращаясь, искушение Иова, вы в курсе, наверное, нет, не в курсе? Вот такая история в двух словах, был очень праведный человек, и пришел сатана к Богу, ну, вот, я просто цитирую, вот, и сказал, «Слышь, Бога, давай мы, вот, у тебя есть самый классный пацан, давай мы его попробуем поискушать». Вот он весь такой праведный, весь такой четкий, вообще не заслуживает наказания. Отдай-ка мне его в руки, я тебе покажу, кто он такой. Бог говорит, ладно, бери, только душу его не трогай, а добрый такой. Вот. И вот суть в том, что пока Бог не разрешит, то есть сатана ничего сделать не может. Но это так, это вот, скажем… Да, отчасти, если это рассматривать в едином эгрегоре, так скажем, то есть филианство, либо сатанизм новодельный, как придумают, либо поклонение темным силам, да, в эгрегоре именно христианство, то это все две стороны одной медали, то есть как у Гермеса Трисмегита, да, что наверху, то и внизу. То есть все, то есть, естественно, эти силы, если им что-то позволяется сделать, если действительно брать классическую концепцию Каббала, да, что Люцифер – сын Божий, да, и он заведует всем адским миром и демонами, то… Ну, кто-то же должен с этим заведовать, да, что не позволено Люциферу, пока ему не скажет его отец Егова, да, что делать можно, а что нет. То есть такое вечное противостояние во имя круга жизни, то есть все во имя равновесия. – Правильно, баланс – это самое главное. – Баланс. – Баланс. Этим миром управляет баланс. Это же там нету ни добра, ни зла, а здесь все оно присутствует. Вот, ну как, опять же, там. – Не знаю, это тоже баланс. Если брать под подреву и Драсиль пройти, то девять миров, каждый мир за что-то отвечает, да, есть. Мир Хельмхейм, Ванахейм, Альвахейм и так далее. То есть эльфов, да, мир богов, Мидгард, мир людей. В общем, там тоже целая классическая картина. Это можно рассказать о ней в следующей программе. Пройтись конкретно по мирам и посвятить этому, если хотите. – Мы так и сделаем. – То есть я подготовлюсь, наверное, и мы прямо пройдемся, я подробненько расскажу. И какие боги там, с каким миром связаны, например, так. – Спасибо огромное. – Ну что ж, Ангел, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня посетили нас своим присутствием. Итак, уважаемые друзья, с вами была радиостанция «Сангейтс». Собственно говоря, Ангела Грант, замечательный рунолог. – Ведьма. – Ну, я хотел как-то красиво. Вот так взяли ведьма. Да, ведьма. Татаролог, рунолог, ведьма. И вообще хороший человек, позитивный. У микрофона был Владимир Гершанов. Большое спасибо, дорогие друзья, оставайтесь с нами, дальше нас еще ждет много-много интересного. Ну и мы обязательно, конечно же, с Ангелой скоро встретимся в следующем эфире, и она нам расскажет все остальное. – Всем пока, до следующей встречи. – До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok